всем привет друзья привет нас зовут андрей и аня это канал лайк не мир и сегодня вы смотрите видео про нашу экстренную эвакуацию из ничанга в этом выпуске мы отправляемся в далекий загадочный ханой мы поедем на поезде и проедем от самого юга до севера вьетнама все вещи все собрали получилось у нас два чемодана два рюкзака и еще пакет с едой через полчаса должно подъехать такси загружаемся едем в сторону вокзала все подъехала наша машина закидываем вещи и отправляемся у нас остался час до поезда я надеюсь что мы успеем очень много позиций ничего не потерять по дороге все удачи пока выезжаем потихонечку на центральную улицу и как видите везде стоят посты сегодня в ничанге ввели ограничения более серьезные и вот нас остановили сейчас будет проверка документов у нас водителя все документы имеются в общем то как вы видели очень сейчас проблематично где-то выехать проехать как я уже говорил в ничанге сегодня ввели полная запрет полный запрет на передвижение по городу и он будет действовать 7 дней сегодня стало очень проблематично проезжать куда-то через какие-то посты ну хорошо что у нас водитель со всеми может договориться тут-вот-фоу и мы проехали первый пост и едем сейчас уже в сторону вокзала все подъехали мы к вокзалу у нас запасе еще целых 40 минут водитель нас довез за что ему огромное спасибо доехали без каких-либо проблем сейчас расплачиваемся и выходим все вещи выгрузили приехали на вокзал сейчас пойдем кассам в зал ожидания билеты у нас уже на руках как я говорил мы купили и сейчас все наши баулы будем потихонечку затаскивать друзья до сих пор не верится что мы покидаем этот прекрасный город в котором прожили целых 15 месяцев но мы верим что впереди нас ждут новые возможности в том числе и для развития нашего youtube канала и это заряжает нас силами и движет вперед давайте посмотрим еще сам вокзал внутри сразу же встречает нас магазинчик в котором можно купить с собой продукты дорогу вот есть шераки различные печенюшки рыбка вяленая и сам вокзал принципе по размеру совсем небольшой немного сидячих мест в основном одни вьетнамцы и есть всего два зала мы расположились первом зале который из которого мы сразу же отправимся на перрон вот уже на перрон очередь из тележек дверь сама на перрон пока закрыта и есть еще второй зал во втором зале у нас из россии ребята сидят вот купил нам в дорогу еще с собой две водички по стоимости вышло 30 тысяч тонков на вокзале конечно все дороже стоит но зато она холодненькая и какое-то время еще можно и пока по охлаждаться посмотрите на лицо счастливого человека все началась мгновенная движуха 15 минут до отправления открыли и люди все просто ломанулись как бешеные мы сейчас тоже будем выкатывать наши чемоданы потому что мы прямо в проходе сели у нас образовался затор потому что на выходе почему-то решили проверять билеты проверяют не посадки на поезд а прямо при выходе из-за этого создается пробка так выходим на улицу и сейчас будем показывать наши билеты в общем да как только открылись двери все побежали даже не успевал снимать это все по вьетнамски чисто только открываются двери была тишина открылись двери все полетели вот мы уже прибежали самые последние с нами также едут из россии тоже ребята они уже все загрузились остались только наши чемоданы поэтому я начинаю погрузку бачки все все занесли вперед найти наше место так ну а теперь мы все Теперь нам надо найти наше купе 18-19. Так, дальше. Тут девчонки вот такие симпатичные. Все наши соотечественники 18-19. А, вот, все, наши места, наше купе. Рум-тур сделаю попозже. Будем таскать вещи. Фу, ну все, друзья, слава богу, мы в поезде. Это был еще тот квест. В общем-то, мы приехали на вокзал. Вроде все было хорошо, все отлично. Дождались поезда. Выходим на перрон. Там стоит женщина и говорит, тест, давайте тест. А у нас нет теста. Мы вообще просто так перепугались. Потому что это, пожалуй, последняя возможность вырваться из Ничанга была. И если бы нас сейчас тестом здесь завернули, то мы бы просто остались бы здесь, наверное, навечно. И, в общем, мы сказали, у нас нет теста. Нам не сказали во время покупки билета, что он нужен. Она такая, ладно, идите уже. И мы просто на счастье пролетели вперед. Просто время шло на секунды. Чуть-чуть бы нас задержали, и мы бы опоздали. Спасибо этой женщине. Спасибо ей огромное, что мы попали в этот вагон. И что мы все-таки сегодня уедем к Ханой. Ну все, поезд тронулся. И первые картины, которые мы из окна видим, это просто максимально плотная застройка домов. И посмотрите, они упираются практически в железную дорогу. И люди так живут всю свою жизнь. То есть у них вся жизнь вокруг железнодорожных путей организована. То есть вот эти дома, тут бывают даже байки стоят. Где-то какое-то белье сушится. Но теперь пришло время сделать вам рум-тур нашего купе. Так, тут пятно. Вы не подумайте ничего плохого. У нас тут вытек чай. В общем-то такое купе. Едем мы в нем с Аней вдвоем. Потому что сейчас социальное дистанцирование действует. И можно только по два человека ездить. Две полки сверху, две полки снизу. Бывают купе во вьетнамских поездах, на которых еще есть третий уровень. Вот там сверху. Хорошо, что в этом всего лишь два уровня. Наверх, на верхнюю полку мы пока засунули наши чемоданы. Потому что отсек для чемоданов, вы можете посмотреть, он вообще никакой. То есть по высоте туда абсолютно чемодан адекватный путешественникам не поместится. Снизу сами расположились. И сейчас вам покажу, что мы с собой взяли в дорогу. К сожалению, у нас нет ни курочки, ни яиц вареных. Но у нас есть кукуруза. Есть у нас консервы рыбные. Еще баночка с тунцом. Есть дошираки. Вьетнамцы говорят, что вот эти дошираки самые-самые вкусные, самые популярные. Поэтому мы взяли два с собой в дорогу. Также водичка, банан. Гордый, одинокий. Со вчерашнего дня у нас остались все продукты. И впрочем-то мы их с собой и взяли. И в принципе все. Такие вот брендированные тут у нас наволочки. Есть освещение персональное. Также здесь центральное кондиционирование. И канди находится прямо в потолке сверху. Дует очень холодным воздухом. Здесь такая вот крутилка есть, которая очень долго крутила. И там выдвигается шторка. Но до конца так и не смог ее задвинуть. Холодно. Вот температуру показывает что-то около 24 градусов. Надеюсь, что мы тут не задубеем. И в принципе-то все. Еще интересный факт, что здесь есть разъемчик USB. Это очень удобно. Хоть поезда какие-то и древние, но и USB здесь предусмотрели. Можно заряжать гаджеты. И также есть вилочки, скорее всего, 220. Но это не точно. Надо проверять, подключать туда, пробовать ноутбуки. Мы с Андреем уже даже не можем вспомнить, когда мы в последний раз вообще ездили на поездах. А на поезде во Вьетнаме прокатиться это вообще особое впечатление. За окном непривычные нам виды. Это не березки, не поля. Это пальмы, это рисовые плантации. Ощущения просто необычные. И мы будем всю нашу дорогу любоваться в окно на вьетнамскую природу. Так, ну давайте попробуем разыскать, где у нас тот самовар. Посмотрите, какие здесь у нас пупсики. Привет! Привет! Стесняются. Идем дальше. Так, тут девчонки стоят. Привет, девчонки! А вот у нас и санузлы. Тут у нас отдельно находится умывальник. Почему-то он не хочет работать. Так, а это у нас санузел. Смотрим. Все, в принципе, как и в наших поездах. Никакой особой разницы нет, за исключением того, что здесь есть биде. В отличие от наших поездов. Так, самый обычный, самый простой туалет. Насколько я понимаю, он здесь один. В отличие от наших поездов. Также есть самовар. Я так понимаю, что здесь можно, да, горячий, можно наливать чай. И зачем-то еще такая вот стопка стульев стоит. Непонятно для чего. Наверное, для того, чтобы устраивать посиделки прямо в проходе. Здесь у нас, да, туалета нет. Есть только умывальник. Нормальный умывальник уже. Вода горячая. Также здесь есть фен. Сухие полотенца должны быть. В общем-то, у нас ситуация следующая. В вагоне очень сильно холодно. До конца этот кондиционер не закрывается. И температура здесь 24 градуса. Мы привыкли в Ничанге жить в квартирах. У нас была температура где-то 27-28 на Кандее. 24 градуса. У меня еще горло болит. Поэтому мы решили прийти, прибегнуть к ранним методам. Скотч. Сейчас будем заклеивать кондиционер. Если поедете во вьетнамских поездах, берите с собой обязательно скотч. И погнали. Опа. Все, заклеил. Я целиком кондиционер. Видите, сколько скотча получилось. Хорошо, что он у нас с собой был. Сейчас стало намного комфортней. И теперь уже можно ехать спокойно и не бояться простыть. А за окном тем временем виды все красивее. Посмотрите, какая прелесть. Поля рисовые. Сейчас как раз сезон. Рис поспевает. Скоро будут сборы начинаться. Тоже потрясающее зрелище. Подъехала к нам такая тележка с продуктами. Продают вареные яйца, рис, завернутый в листья. Я так понимаю, пальмы. Есть вот у них яблочки здесь, водичка и еще какие-то кокосовые конфетки. Мы возьмем яйца. Четыре штуки. Фу. И возьмем, наверное, два риса. Яйца по пять тысяч донгов. Так, вот нам даже соли посыпят. И берем мы два риса. Рис, сказали, тоже по пять тысяч донгов. Раз уж нам принесли кошерную пищу, дошираки. Мы тогда пока убираем со стола. У нас еще тут есть яичница. Мы с утра сегодня готовили, но не съели, потому что были все на нервяках. Пока дошираки в сторону. И сейчас Аня будет делать распаковку риса. Так вот, посмотрите, как завернута интересная. Сейчас узнаем, что там. Ну что, распаковываем банановые листы. Снимаем. И рис это там, мне кажется, вообще не будет практически. Что-то все тут... А, это не рис. Так, это что такое? Да, в общем, надо было погуглить первоначально, что это такое. Это напоминает какую-то смолу. Вообще, продавец сказал, что это рис. Конечно, я немножко разочарован. И, честно говоря, я пробовать это не хочу. Аня тоже отказалась. Но, значит, остаюсь только я. Вот такая вот черная, какая-то вязкая субстанция. По вкусу вообще ни на что не похоже. Не знаю, что это. Если вы знаете, обязательно напишите. Сомневаюсь, что мы это будем есть. Хорошо, что еще были яйца. Сейчас будем яйца лопать. Подъехала еще одна тележка к нам с напитками. Посмотрите, есть вода. И тут есть у них... Что-то мужчина укател. Я хотел у него взять попить. Он почему-то решил, что не хочет сниматься и ушел. Ну и ладно. Перед тем, как выкинуть это чудо-блюдо, мы решили вообще немножко поковырять. И оказалось, что внутри тоже что-то есть. Посмотрите, то есть вот в этой черной субстанции, похожей на нефть, есть какая-то светлая начинка. Похожа на картошку, а пахнет бананом. Попробуем. Да, это банан. В принципе, внутри неплохо. Если не считать вот эту черную жижу сверху, то нормальное блюдо. Можно даже покушать. Остановились на станции Туйхоа. И вот подъехала такая тележка, полная дошираков. Вот коробки, видите, закидывают в поезд. Видимо, кто-то очень тут любит дошираки. Такие станции небольшие по пути встречаются не очень часто. Это, по-моему, третья или четвертая. Едем мы уже примерно часа три или четыре. Ну, а сами станции такие очень-очень простые, как в деревне в российской. Но отличают эти станции от наших российских, пожалуй, первое, это скамеечки во вьетнамском стиле бетонные. Ну, и то, что эти станции никогда в своей жизни не видели замерзших от холода, ждущих своего поезда людей. На улице ливанул дождь. В окно уже особо не посмотришь, поэтому я решил прогуляться в поисках вагона ресторана. Посмотрите, как болевает. Проезжаем сейчас около моря, но ничего абсолютно не видно. Я, кстати, заметил, что почему-то в этом поезде нет проводников. Очень странно. Мы привыкли в наших поездах, что всегда есть проводники, которые ходят, предлагают попить чай. А тут как-то их нет. Очень странно. Может быть, конечно, тут один проводник на весь поезд. Сейчас попробуем это тоже за одну выяснить. Встретил ребят из России. Они едут в трехэтажном таком вот вагоне. И вы смотрите, сесть невозможно. Как ощущения? Ощущения странные, честно говоря. Она как-то должна подниматься. Мне кажется, она не поднимается. Хотя нет, должна быть, наверное, есть защелки. В общем, такой вот тип вагонов есть. То есть, три полки друг под другом. И места, конечно, мало. В нашем как-то побольше. Хоть можно разогнуться. И вот мы с вами потихонечку переходим в сидячий вагон. То есть, представляете, некоторые люди сидя едут до Ханоя. А ехать до Ханоя, на секундочку, порядка 30 часов. Вот здесь у нас люди в скафандрах сидят. Синтяо. Все такие напуганные какие-то. И здесь вот даже есть места, где можно покушать. Ну, конечно, удобство здесь так себе. Я представляю, 30 часов ехать. Это, наверное, очень тяжело. А вот и вагон-ресторан. Правда, я так понимаю, в него заходить нельзя, да? Можно. Ну, то есть, спасибо. Такие шашлычки жарятся. Да, ну-ка пойдем, посмотрим. Почем пивасик у них? Ну, понятно. Пойду посмотрю, что там у них дальше. Окей, окей. В общем-то, вагон-ресторан как бы не работает. То есть, туда можно зайти, что-то купить, но в целом он закрыт. И когда я попытался в него зайти, оттуда чуть не выкинули. В общем, можно туда прийти, купить только с собой на вынос. Вот ребята с собой закупились, там попить сачок, пивко. Я, наверное, попозже тоже схожу. Ну, в общем-то, вагон-ресторан тут есть, и это хорошо. Плохо, что он работает неполноценно. Давайте познакомимся с девчонками. Такие красотки все. Сейчас будем знакомиться, наши соседи. Как зовут вас, красотки? Меня Арина. Меня Даша. Меня Мадина. Ну, а теперь главный вопрос. Сколько вам лет? Мне 10. Мне почти 9. 11. Понятно. Откуда вы? Из России все? Я из Минска. О, здорово. Я из Петербурга. Питер? Ну, я из Ульяновска. Ульяновска тоже Россия. Давно вы в Вьетнаме живете? Я 3 года. 3 года, а ты? 2 года. 5 лет. Ну, прям такой допрос, да? В общем, станете звездами Ютуба. Будете искать себя на нашем канале? Да. Скоро видео выйдет. Кому-нибудь приветы можете передать, хотите? Бабушкам, дедушкам, подружкам, друзьям. Передавайте по очереди. Бабушкам, родным, король. Родным. Всем родным. Как зовут бабушку? Бабушка Света. Бабушка Света, привет! Следующая, передавай. Передаю привет своим друзьям. Друзьям. Как зовут их? Где друзья? Давай поподробнее. Мои друзья находятся в Санкт-Петербурге. Они там уже давно, а я здесь. Привет всем друзьям. Ну и твоя очередь. Кому привет? Я, наверное, тоже бабушкам, дедушкам. Ну и главный вопрос к нашим девчонкам симпатичным. Нравится ли им жить во Вьетнаме? Ну-ка, девчонки, рассказывайте. Нравится во Вьетнаме? Да, нравится. Нравится. Мне тоже нравится. Домой не хочется? Ну, не хочется. Когда-то хочется, когда-то не хочется. Да. А что больше всего во Вьетнаме нравится вам? Ну, не то, что там есть море. Ну, да. По зиме скучаете? По погоду. Да. По снегу скучаете? Немного, да. Ой, ну так, снег. Понятно. А фрукты любите? Да. У них же очень много фруктов. Я не очень. Не очень фрукты любишь? Вот это да. Девчонка, которая не любит фрукты. Удивительно. Ну, спасибо вам за интервью. Давайте. Опа. Ищите себя на Ютубе, на канале Лайк Немир. Пока. Только что к нам подъезжала еще одна тележка с едой. Время уже почти шесть вечера. И Аня купила, посмотрите, что. Сосиндроссы. Такие вот сосиски. Видно, что их долго жарили. И баночка пива Тайгер. Причем это была последняя банка. Поэтому вот у нас такой ужин скромный. Две сосиски и банка пива на двоих. Интересно, мы остановились еще на одной станции. Здесь носят еду. Только что предлагали купить рис, лепешки. Спросил, есть ли у них пиво. Женщина быстренько сбегала. Вот туда вот в палаточку купила пиво и принесла мне. И вот сама станция. Ну, чем-то напоминает, да, наши российские. Даже можно выйти на улицу, я так понимаю. И вот, кстати, проводники появились, их не было. Вот девушка стоит, проводник. Ну, из соседнего вагона. Идем в наше купе. Кстати, за пиво получилось 100 тысяч донгов. По 20 за банку. Ну, в принципе, нормальная цена, если учитывать, что это не магазин. И заходим. Аня у нас спит. Сейчас мы ее разбудим. Я тебе купил поесть. Что это? Это еда, жидкий хлеб. Угощайся. Наступило утро, и пейзажи за окном все больше стали напоминать Россию. Как-то уже и пальм совсем мало, и рисовых полей не особо много. Только что подъезжала к нам тележка с едой. Мы себе с Аней взяли такое вот блюдо комбинированное, микс. Тут, значит, у нас две сосисочки, курочка жареная, и вот такая котлетка. Пока не знаю, из чего она, но ее нам порезали, пошинковали. Скорее всего, либо курица, либо рыба. По стоимости вышло 100 тысяч донгов за такое блюдо. И напоследок за два часа до приезда у нас остался доширак. Такой красивый, розовый. Открываю. А внутри у нас креветки, представляете? То есть в этом дошираке вот такие вот оранжевенькие сушеные креветочки. Опа! В поезде доширак залетает на ура! Настоящий вкус детства. В общем, хорошая новость, мы доехали. Плохая новость, мы замерзли очень сильно, потому что в вагоне было нереально холодно. И еще одна новость, не очень у нас пока нет жилья. Мы его не бронировали заранее. Сейчас уже темнеет. Сейчас будем где-то искать и походу разбираться, куда нам заселяться. Интересно, что в Фулиново кзади для всех приезжающих очень такой серьезный контроль. Я вижу, люди ходят в костюмах защитных, в масках. И я так понимаю, что сейчас у всех будут мерить температуру. Ну и, наверное, проверять какие-то меддекларации, еще что-то. Привет! Привет! Еще раз. А что такое заполнять надо? Декларации. Декларации. А где берете их? Вот там, да? Да. Все, сейчас тоже будем заполнять тогда. Ну а так выглядит площадь перед вокзалом. Все заполняют декларации. Ну и Аня тоже сейчас заполняет. Смотрит, как заполнили ребята из России, чтобы нам не ошибиться, чтобы нас пропустили. В общем, друзья, все отлично. Нам выдали тесты. Блин, я так перенервничал за это время. Мы от этих тестов все как-то уходили, уходили. А в итоге на вокзале в фуле нам сказали, что их надо обязательно сделать. И сделали прямо на самом вокзале. Запихивали палочки в две ноздри. Сейчас будет видео. Ну как ощущения? Это ужасно. Спасибо, что сказал. Я следующий. Скажи же, что это ужасно. Это жесть вообще. Это было просто ужасно. Тесты выдали. Мы ждали полчаса сидели этих тестов. За эти полчаса просто посидели. Потому что у меня болит горло третий день. Они себя тоже плохо чувствуют. Мы очень переживали, что тесты покажут отрицательные. Ну, то есть, или положительные. Ну, в общем, что-то обнаружат. В общем, мы очень переживали. Сейчас просто на эмоциях вышли. Как будто бы освободились из места заключения. Сидели как на иголках. Очень переживали. И, слава богу, все хорошо. И еще, конечно, важный момент, что нам не придется завтра бегать. Где-то искать, где сделать эти тесты. У нас они уже есть. И мы можем ехать в Ханой. Ура! В общем, у нас ситуация следующая. Так как сейчас ночь, и отели искать практически невозможно. Потому что многие вьетнамцы уже, в принципе, спят. Мы поступили следующим образом. Мы поймали машину. Договорились, что заплатим 50 тысяч донгов. И он нас здесь по району повозит. И первый отель, который найдем, у него мы и заселимся. Я прямо вышел, зашел. Вот первый же отель находится рядом с вокзалом. Аня пока ушла наверх посмотреть, что за номера. Но, в принципе, нам по большому счету без разницы. Главное переночевать. Потому что завтра уже надо двигаться в Ханой. Показываю вам с пылу, с жару нашу комнату, куда мы заселились. Пока мы все не раскидали. Да и уже скоро спать надо ложиться. В общем-то, вот в такой номер нас заселили. Санузел сразу же при входе. Все очень просто. Водонагреватель. Унитаз. Раковина. Ну, в принципе, тут особо больше рассказывать нечего. И прямо, проходя по комнате, мы попадаем, в принципе, в одну единственную комнату. Кровать. Кровать жестковата. Такая вот лампа здесь обычная. На окнах решетки. Кондиционер. Ну и, в принципе, телевизор. Все. Нам сразу же выдали при заселении пульты от кондиционера и от телевизора. Также есть вот такие два у нас стульчика и чайные принадлежности. На этом наш номер заканчивается. Ну, еще есть вот вентилятор потолочный, на стены точнее. Гуляем по ночному в Фули. Оказалось, что это прямо большой город. Мы не ожидали, честно говоря. Потому что около вокзала казалось, что это прямо деревня. У нас сейчас была целая эпопея. Нам нужно было найти чего-то поесть, потому что еды абсолютно у нас нет. И купить каких-то продуктов на утро. Все магазины закрываются буквально через полчаса. И мы тут в попыхах. Значит, купили мы два супа фо. Ваши любимые и наши тоже купили. Причем в первой макашнице, которая попалась по пути, мы купили очень дорого. Не спросили цену заранее. Бабушка почему-то решила, что можно назвать любую цену. И сказала 50 донгов за фо. Причем порция малюсенькая. И сейчас идем в сторону отеля. Очень приятный городок. Неприятно только одно, что здесь раскручивают туристов на деньги. Но это единственный случай. Может быть, в других местах будет не так. Наступил новый день. И сегодня нам предстоит финальное путешествие, финальное приключение до города Ханой. Если вам интересно вдруг, то сегодня ночью мы спали тоже очень плохо, как и вчера и как последние ночи. Потому что все время на новом месте. И когда на новом месте, мы плохо спим. Интересный факт, что здесь в отеле с утра пришел, ну, скорее всего, владелец, я так понял, попросил тесты на ковид. Вот такие бумажки, которые мы вчера делали. Я уже вам показывал, но было темно. Он пришел такой испуганный с утра, говорит, тесты на ковид. Видимо, сейчас у них ввели новые ограничения, новые правила. И сейчас тесты необходимы при заселении в любые отели. Мы ему все отдали, он зарегистрировал. Сейчас выселяемся из отеля, вызываем такси и отправляемся в Ханой. Все, мы сели в такси. Едем сейчас до контрольно-пропускного пункта в Ханой. Таксист у нас объясняет нам уже в пятый раз, говорю, что его туда не пропустят. Но мы, в принципе, это знаем. И вот вам лайфхак. Если вы так же поедете, такси лучше вызывать не через приложение Grab, а лучше вызвать прямо на ресепшене вашего отеля. Потому что вьетнамцы умеют разговаривать с вьетнамцами, на своем языке изъясняться. И мы объяснили на ресепшене, что нам надо именно до КПП с Ханой. И, в принципе, таксист уже был готов. Если вы будете вызывать такси через приложение, то вам будет тяжело это сделать, потому что вы не знаете, где находится КПП с Ханой. И вы дочку просто в том же приложении Grab не сможете поставить. Пожелайте нам удачи, чтобы у нас сегодня все получилось, чтобы мы добрались до Ханой. Доехали мы до КПП, которая разделяет Фули и Ханой. И дальше мы будем пересекать границу пешком. Сейчас только что я списался с таксистом из Ханой. Он нам скинул точку, она находится немножко подальше. Мы сейчас дотуда будем вызывать такси. И с той точки он уже сможет нас забрать. В общем, ситуация сейчас следующая. Мы сидим в палатке военных. Здесь на КПП, куда нас подвезли, такси высадило. Мы находимся здесь уже примерно часа два. Связались с таксистом, который ездит по Ханой. Он нам скинул точку, откуда он нас может забрать. Но эту точку нас никто не может отвезти из Фули, потому что там где-то есть тоже КПП. И, в общем, мы пытались договориться с местными здесь таксистами. Они такое требование выдвинули, чтобы мы им оплатили тест на корону. И тогда они нас довезут. В общем, мы отказались. Потом подошли к палатке. Мы сейчас в палатке, где КПП, военные. И объяснили им, что нам надо доехать до Ханой. Они сказали, что что-то придумают, пока ждем. Не знаю, чем это все кончится. Ситуация, в общем, следующая. Мы в итоге едем в такси. Это неофициальное такси, какие-то местные. Едем мы за 150 тысяч донгов. И об этом договорился военный, у которого мы в палатке находились. Они очень долго решали, переговаривались. Интересно, что вот этот таксист, с которым мы едем, он изначально к нам подъезжал уже. И просил, чтобы мы ему оплатили тест на корону. 260 тысяч донгов. Мы ему как раз отказались. Сказали, что мы не будем тебе тест оплачивать. Все, мы пересекли границу. Идем с Аней пешком, тащим чемоданы. По жаре. Но самое главное, что мы прошли. На КПП военные посмотрели документы. Без проблем нас пропустили. Идем к следующему КПП. Там будем ожидать наше такси. Все хорошо. Пожелайте нам удачи. Теперь надо доехать до Ханоя. Ура! Мы настоящие беженцы. И нам удалось пересечь границу. А еще нам с собой водички дали военные. Представляете, какие здесь военные. Не то что ван Вен. Мы прошли через КПП пешком. Надо идти где-то порядка 100 метров. И дальше мы дошли до еще одной палатки, где заполняют медицинские декларации. Где тоже сидят военные, медсестры. В принципе, у нас тут только замерили температуру. И отсюда мы уже связались с нашим таксистом, который должен подъехать со стороны Ханои и нас забрать. Ждать примерно минут 20, как он сказал. Но самое главное, что мы сидим не на улице, а сидим в шатре. Фу, ну все, друзья, мы прорвались. Мы уже едем в такси от КПП Фули до Ханоя. То есть в сам город Ханои. Вызвали такси. Списывались с таксистом по мессенджеру. Я контакт его оставлю под видео. Писали ему в Телеграм. В Телеграме списались. Он приехал, нас забрал. Единственное, что мы очень долго с ним устанавливали коммуникации. Общались, объясняли, где мы. В общем, в итоге нас забрал. Все хорошо. Чтобы вам упростить свой путь. Если вы поедете так же, то сразу же езжайте до второго КПП, до который мы в итоге с Аней добрались. Сегодня это уже третье такси за день. И, честно говоря, мы безумно устали. Мечтаем о том, что приедем в отель, купим еды, отдохнем наконец-то. Потому что действительно все это очень выматывает. Коммуникации безумно сложные с вьетнамцами. Но мы справились. Счастливы до безумия. В общем, ситуация следующая. Мы очень долго ездили по Ханую, пытались найти жилье. Но сейчас все закрыто. Все отели закрыты. В общем, мы наездили 780 тысяч донгов. Где-то по самому Ханую крутились. 1200 намотали. Вообще непонятно, куда мы сегодня будем заселяться и где жить. Потому что все закрыто абсолютно. И вот мы на улице просто уже вышли, чтобы счетчик не капал. Где-то в центре. Ну, сейчас будем что-то придумывать. Честно говоря, пока непонятно, чего придумывать. Ну, надеюсь, решение найдется. В общем, вот так вот мы сидим. Уже с силой на исходе. Сходил в магазин, купил сосисок. Таня кушает. Вкусная сосиска? Вкусно. Я очень устала. Мы проехали по городу столько времени. Просто столько денег потратили. Еще заранее, недели за две, мы списались с парнем, который живет здесь в Ханую. В одном из чатов его нашли. Телеграмовских. И он сказал, что у них в доме как раз освободилось жилье. Это на сегодня единственный шанс, куда мы можем заселиться. Потому что тупо все не работает. Сейчас мы ждем, он должен позвонить хозяйке. Если все будет хорошо, мы как раз недалеко находимся от его дома. Если все будет хорошо, то мы заселимся. Если нет, то, в принципе, вот здесь мы будем ночевать сегодня. С сосисками. Ребят, все, кто за нас переживали, спасибо вам огромное. Я читаю чат, я не отвечаю, потому что не было времени. Мы сегодня очень сильно устали. Мы в итоге заселились. Это наша квартира. Полный обзор будет на ютубе. Спасибо, что вы с нами. Я чувствовал вашу поддержку даже на расстоянии, на огромном от вас. Все прошло хорошо. Мы заселились в квартиру. Предварительно пока на три месяца. Пока что предварительно, опять же повторюсь, три месяца мы будем в Ханую. Будем снимать видео про этот чудесный город, освещать его. Ну и, наверное, будем писать новости. Посмотрим. Сегодня мы будем отдыхать. И мы, кстати, для отдыха себе купили квас. Шесть бутылок. Нам тут Ваня подсказал, наш сосед, где купить квас. Сейчас будем квасить, а потом будем спать. Мы реально устали просто. Очень устали, безумно. Просто даже не писать словами, как. Это было настоящее приключение. Целая эпопея, с которой мы справились. И теперь можно смело приступать к отдыху. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.